Всем привет, это я Аленчик, добро пожаловать на мой канал и сегодня я вас приглашаю к себе в гости И мы сегодня сделаем такой рум-тур по моей квартире, она съемная, не моя, но я вам покажу, как я тут обустроилась, потому что вы просили уже много раз И сейчас я вам показываю прихожую, то есть я вот здесь вот на полочках разложила все, что у меня было красиво и так себе Просто многие вещи должны быть у меня под рукой, например, как сумка, шарф и что-нибудь еще В общем, сейчас я показываю предметы, которые у меня здесь расположены И посмотрите на эту бутылку, я ее собрала 15 лет назад и залила ракушкой, которая внутри бутылки водичкой И эта водичка еще ни разу не зазеленела А сейчас вы видите слоняша, которого я лепила сама из глины много лет назад И вот эти вот, допустим, апельсинки я тоже сама сушила, эти цветочки мне прислали по почте из Турции Этот подсвечник и вазончик мне подарили на свадьбу, эта гитара как-то случайным образом появилась Вот эти картинки я рисовала своему мужу еще до того, как мы поженились на день рождения Остальное все подарки Вот эту розовую картину я когда-то подарила своей маме, она оставила ее здесь в Кишиневе, я ее забрала себе На этой полочке у меня дезинфектор, пара очков моей мужа И в корзиночке я ставлю ключи, маску и фонарик Перебираемся в самую главную комнату, в мою гостиную И тут нас встречает, как всегда, код Вот моя кнопочка, которую я получила за 100 тысяч подписчиков Она находится прямо у моего рабочего места, где я монтирую И они вместе с этим брелком из Парижа меня мотивируют И я, как сказать, не забываю о своей мечте Хочется заработать еще на золотую кнопку и поехать снова в Париж В общем, вот эти часы висели здесь уже до нас И вот эти цветы тоже были сделаны до нас Я их оставила, они мне очень нравятся Более того, они хорошо гармонируют с тем, что у нас получилось Весь декор, картины и бутылочки и все остальное Было сделано на предыдущей квартире В общем, все идеально вписалось, кроме этих штор Эти шторы меня нервируют уже давно Они еще внизу зеленого цвета Я бы их перевесила в спальню Потом увидите почему И они висят вот такими соплями, так сказать И еще не обработан край, к тому же Но я держу себя в руках Я буду потом делать отдельное видео Как я буду перевешивать шторы из одной комнаты в другую Там дорабатывать их И тем более у меня много еще своих штор В общем, на эту комнату у меня большие планы По исправлению некоторых моментов И, кстати, хочу показать этот цветок Он у нас 16 лет То есть, Сереже подарили его до того, как мы поженились И, в общем, он у нас семейный, так сказать В общем, хочу показать этот шкаф Почему-то он обклеен весь наклейками А внутри находятся коробки, которые я до сих пор не распаковала после переезда Я эти наклейки буду снимать с помощью фена Надеюсь, у меня все получится А может быть, даже лучше тогда их вообще не трогать Иначе будет выглядеть очень странно Одни снимутся наклейки, а другие не снимутся наклейки Вот этот маленький столик мы постоянно продвигаем к кровати И нам очень удобно с него есть, когда смотрим телевизор И еще, кстати, здесь были какие-то цветочки дополнительные Я их тоже не выбросила Эту картину я сама рисовала В общем, собираем мы посуду все время только белого цвета И только этот набор отличается от всей посуды Потому что мы его сами купили во Львове, когда там отдыхали Нам там очень понравилось И этот набор мы предлагаем нашим гостям Когда хотим с ними почаевничать Здесь у нас есть полочка для сладкоежек Там всякие печенюшки, всякие шоколадки, семечки А эту лежанку для кота я делала в одном из новогодних выпусков Коту очень нравится, он постоянно там спит или играется И там куча у него игрушек А это панно я делала, когда преображала зал предыдущей квартиры И я нарезала сюда и платье своей, и штаны, и куртку чужую И, как видите, я из тех же самой тканей сделала подушечки Ну, кроме ярко-желтой И подушечку с оленем я тоже делала в одном из новогодних видео И, кстати, стульчик, который возле моего компьютерного стола Тоже я сама делала На него я пожертвовала целое свое любимое платье И, как я уже говорила, чаще всего вот этот вот столик я передвигаю к дивану И, соответственно, у меня немножко получается перестановка То есть я сдвигаю коврик Ну, кот мой никуда не сдвигается Он всегда возле стола, возле тарелок И в этой комнате чаще всего мы принимаем гостей И сами отдыхаем, валяемся, смотрим телевизор и кушаем То есть мы здесь живем все время И тем более я здесь постоянно монтирую видео В общем, передвигаемся в спальню Как одну из тоже важных комнат И здесь у меня висят просто белые шторы Я их подняла на магнитах То есть ткань висела до пола И я подняла выше, потому что я люблю побольше света А также я постелила здесь самодельные коврики Которые я когда-то делала И здесь поселился мой любимый цветочек Я недавно его себе купила Я не знаю даже, как он называется Но он прекрасен И вот так штора выглядит в вечернем освещении То есть я специально досняла, так сказать, эти кадры Чтобы вам было понятно, как устроена моя штора И из чего она сделана Я в любом случае ее буду менять и убирать Но хозяйка попросила ее сохранить Так как она купила ее за свои кровные деньги Эту подушечку я делала тоже в одном из видео И у меня над головой висит зеркало И, кстати, вот этот стульчик тоже какой-то местный Но я постелила на него свой личный чехол, который у меня был В этих комодах хранятся наши носки, нижнее белье и так далее И мне очень нравится вот эта люстра, она необычная А за дверью у меня хранится вот такая картина голопопая И так как этот цветочек мне очень понравился Я купила ему братца И теперь такой же у меня стоит на балконе Всего у меня три цветка Кстати, хочу рассказать про то, что у меня на шкафу оказываются целые снопы лаванды И они, я не знаю, мне не пахнут как бы Но я скажу, что я засыпаю очень хорошо Вы просили много раз показать этот свитер, в котором я для вас снимаю видео И вот он как устроен И вы не поверите, у меня таких свитеров целых три штуки На самом деле я их покупала в разное время, не одновременно И с каждым разом, когда приходила в тот магазин, где я его купила Он был на скидке И становился все дешевле и дешевле В конечном итоге мне очень понравилось, как он смотрится в кадре И теперь у меня на смену, как я уже говорила, три свитера И если с одним что-то приключится, у меня обязательно будет запасной И теперь я не буду, так сказать, заморачиваться на мысль Что же мне сегодня одеть, чтобы быть красивой в кадре Я в любом случае буду всегда одевать один из этих свитеров Я именно такой человек, что если мне что-то понравилось, я могу купить это вещи два раза или три раза Я так себе недавно купила платье, ну в этом же магазине, где есть свитера И я купила одно платье, а потом другое платье Потому что они идеально на мне сидят Кстати, я все время вам показываю моего кота И кто не знает, как его зовут, его зовут Бонифаций Аленович Сосискин В общем, перемещаемся с вами на кухню Кухня у меня очень интересная Вообще сильно отличается по стилю от других комнат У меня здесь деревянные такие вот накладки на стены И там, где нет этих деревянных дощечек, на самом деле это не плитка А линолеум, такой в квадратик И как вы видите, у меня здесь пока ничего особенного И хочу показать лайфхак по поводу плиты То есть я ее покрываю фольгой И так как у меня широкая получается плита Достаточно такая глубокая и высокая Я ее обкладываю тремя пластами, так сказать, вот этой фольги И с боков я подкручиваю как можно больше и толще такой валик Для того, чтобы туда ничего не западало между плитой и шкафом После этого можно возвращать все запчасти обратно В том числе вот эту решетку И я еще, знаете, что делаю? Помимо валика, который я скручиваю с левой стороны как можно толще Я еще туда заталкиваю газету Так как есть очень большое расстояние между плитой и шкафом И это позволяет не западать остатком еды между ними И мне не придется мыть 150 раз вот эту плиту И вытаскивать ее вперед, как бы, комнаты Чтобы помыть ее с боков А еще у меня у плиты большой наклон Поэтому я все время подкладываю спички под решетку Кто так делает, ставьте пальчик вверх и отписывайтесь В общем, смотрите, я решила вам показать, что у нас сегодня будет на ужин И мы решили сделать беточки и пюре На днях мы купили правильный молоточек для отбивания мяса И, соответственно, мы решили его испробовать То есть мясо он отбил до буквально 5 миллиметров А я сделала кляр То есть в кляр я насыпала кукурузной муки, обычной пшеничной Соль, перец и, в принципе, больше ничего А, яйца, вот, яйца То есть я разбила 3 яйца в мисочку Насыпала побольше вот этой вот вамлыжной каши, так сказать И чуть-чуть обычной пшеничной И, как я уже говорила, соль, перец уже по вкусу Дальше я показываю вам шкафчик И, как видите, мы собираем только белую посуду И только две тарелки у меня есть, которые для микроволновки А вот, кстати, мультиварка Ей уже около 10 лет А еще на табуретке у меня стоит желтый поднос Я на нем сушу мокрую посуду И старая древняя микроволновка Ей, наверное, больше 15 лет И, кстати, вот здесь я, допустим, храню яблочки А вот эта штука нужна для того, чтобы не взорвалась еда в микроволновке И вот эта миска под яблоки Она из крышки от стиральной машинки Мне так подарили Эту картину с котиками сама рисовала А подсолнухи здесь были Вот это место, где кушает мой кот Он обязательно любит кушать на коврике Вытаскивать все из тарелки И ставить на ковер И есть Это очень странный кот, конечно И сейчас я показываю, что этот линолеум отходит от стены То есть он не капитально приклеен А еще у меня там вязанный коврик, который я сама делала Табуретку, которую я сама раскрашивала Я уверена, что многие будут спрашивать Работает ли этот вентилятор И как он там, крутится, не крутится В общем, я скажу, что он может только выключать свет Сами лопасти вообще никак не двигаются То есть их можно, конечно, рукой раз закрутить Но это нам нафиг не нужно И из кухни перемещаемся на балкон Самая наша любимая точка сбора для чая и кофе На самом деле мы ни одну кружку чая не выпили И ни одну кружку кофе Кроме как в этом месте И здесь хорошо и думается, и читается И проверяется почта, и смотрится в телефон Я украсила это место как могла То есть помните, у нас были такие кресла Я вам показывала самодельные Которые мне сварил Сережа еще для походов В общем, я на них накинула покрывалки И поставила такие подушечки Кстати, здесь у нас задним креслом есть ведерко И здесь мы храним, получается, и лук, и картошку Все, что нужно И у меня здесь на балконе есть один лайфхак Так как дверь постоянно стукается об холодильник Я обклеила и наклеила, так сказать, такую мягкую ткань Чтобы, как сказать, не травмировать холодильник И заодно, получается, у меня на двери не было ручки И я на него навесила шнурок В общем, как видите, лайфхакер из меня еще тот И вот что у меня в холодильнике Не густо, конечно Но мы стараемся готовить, кушать каждый день Поэтому так много как бы наперед мы не покупаем А еще прямо над холодильником, когда мы переехали Были банки с сухоцветами Я даже не знаю, что это И у меня пока не доходят руки разобраться Что там вообще внутри И теперь перемещаемся в швейную комнату Здесь я работаю и снимаю для вас видео Куча у меня освещения разного Куча проводов И недавно для этой комнаты мы сделали И соорудили большую люстру В стиле лофт Она, кстати, меня теперь разгрузила Я не таскаю вот эти большие длинные лампы И могу спокойно снимать Весь того, чтобы таскать с собой провода, удлинители Все такое На подоконнике у меня стоит магнитофон Он, кстати, достался мне от отчима Царству ему небесное Последнее время все время мне под рукой лежит шуруповерт Чтобы показывать вам видео Как что где прикручивать Вот это моя швейная машинка Ей уже где-то 14 лет Вот это стол, на котором я работаю и снимаю И там голубые фоны А вот что у меня хранится в тумбе То есть разные абсолютно запчасти Начиная от люверсов Заканчивая калькулятором Какими-то зажимами, рулетками, скотчами и так далее То есть это в первом ящике у меня все, что необходимо И во втором ящике у меня всякие запчасти Которые могут случайно пригодиться То есть крючки какие-то Что-то еще наклейка в основе И в самом нижнем ящике у меня куча ниток разного цвета На обычном стативе для камеры У меня дополнительный свет Для того, чтобы можно было видеть и показывать вам Как я что пришиваю И над головой у меня на штативе от телевизора Прикручена еще одна большая светодиодная лампа И у стола вот эти вот два плафона Которые мы тоже сами делали Есть даже отдельное видео В общем в этой комнате все самодельное И главное, что мне все удобно делать и снимать На столе, кстати, две посылки Которые ко мне пришли И я уже отсняла видео про распаковку Если что, я ссылку оставлю в описании В этом ведерке я храню все, что нужно Чтобы было под руку Все виды ножниц Там пинцеты и так далее Отвертки И я еще с мусорки, так сказать, принесла себе два окошка Возможно пригодятся для каких-то лайфхаков А вот другая сторона, на которой я снимаю Здесь у меня стоят основные фоны И они висят на одном большом крючке Я вообще их хотела повесить в ряд Они все на один крючок Но получилось так, что здесь эта стена очень слабая И когда мы пробуривали первые отверстия То провалились прямо в спальню А еще в спальню так обваливается потолок Но сказали не обращать на это внимания И еще у меня со стороны двери Лежит куча всего Что требует переделки Либо всякие запчасти, инструменты В шкафу у меня лежат шторы Образцы, которые я вам показывала до этого Или которые подготавливала для видео В общем, в шкафу тоже много чего лежит Полезного и нужного И как видите, у меня комната не такая уж большая Но емкая И мне хватает для работы В общем, я с вами прощаюсь Надеюсь, вам это видео понравилось Не забудьте поставить лайк И подписаться на мой канал В общем, до новых встреч И пока!